МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под Анапой упал военный вертолет. Пропаганда врет, что сбили свои. Однако не все так однозначно. Катер сбил вертолет К-29, это вполне вероятно. А то, что списывают на то, что сбили свои, это у российской пропаганды такая тактика. НАТО возглавит противник Трампа, премьер Нидерландов. Все страны поддержали его кандидатуру. Перед ответственной должностью он уходит в длинный отпуск. Я немного устал. Сначала в отпуск, как я всегда и делаю. А потом просто буду бездельничать. Из Харьковского дельфинария в Валентию из-за обстрелов и перебоев с электричеством эвакуировали двух китов-белух. Нам это удалось. Мы доехали, и животные плавают, дышат и все еще живы после этой Одиссеи. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Так, наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Под Анапой сбит российский вертолет. Сразу несколько российских Z-каналов сообщили, что К-29, который сбили якобы дружественным огнем, упал в районе Анапы. Борт занимался поиском безэкипажных катеров. К слову, в северо-западной части Черного моря якобы уничтожили шесть безэкипажных катеров. Накануне также отчитывались пропагандисты Минобороны РФ. Видимо, заодно и вертолет попал под раздачу. Погибли четыре человека. Эти вертолеты летают над морем, ищут эти катера и потом расстреливают их из пулеметов, иногда из другого оружия. Но чаще из стрелкового просто. Есть ролики, Минобороны публиковали это. При этом, конечно же, в этот момент эти вертолеты летают на маленькой высоте, на низкой скорости. То есть они находятся в очень уязвимом положении. С недавних пор украинские военные начали устанавливать на некоторые из своих вот этих беспилотников морских ракеты воздух-воздух. Р-73 старые, ну, относительно старые советские, они все еще стоят на вооружении. У этой ракеты особенность в том, что у нее есть головка самонаведения. Соответственно, если ее просто запустить, она может, по идее, поймать цель, вот этот вертолет, и его уничтожить. Так как вертолет находится очень близко к этому катеру, потому что он буквально над ним, по сути, кружит, то и уклониться как-то от этой ракеты он не сможет. Поэтому тут надо смотреть. Вариантов два. Либо действительно свои же сбили, либо вот такой вот катер запустил вот эту ракету, может быть, другую на самом деле. Но они с разными, украинские войны, с разными ракетами воздух-воздух экспериментировали, как я понимаю. Возможно, это именно вот катер сбил вертолет. К-29 это вполне вероятно. А то, что списывают на то, что сбили свои, это у российской пропаганды такая тактика. Закренатель Трампа возглавит НАТО. Премьер-министр Нидерландов Марка Рюте избрали новым генсекретарем Альянса. За его кандидатуру проголосовали все 32 страны. Последними Рюте поддержали Венгрия и Словакия. Нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг покинет пост 1 октября. А сам Рюте уйдет в длительный отпуск с поста премьера через две недели, когда в Нидерландах приступит к работе новый кабинет министров. Он будет три месяца набираться сил перед новой должностью. Я немного устал. Сначала в отпуск, как я всегда и делаю. А потом просто буду бездельничать. Вставать утром и думать, где бы мне выпить чашечку кофе. И кого мне отвлечь от работы, чтобы они сказали, ну ты безработный, а у меня есть работа. Поэтому у меня нет времени на обед с тобой. Рюте широко известен как эффективный строитель консенсуса, а также демонстрирует решимость в поддержке Украины. Издание «Политика» написало о главных вызовах, с которыми столкнется новый глава НАТО. Это и предстоящая победа Трампа, и зимнее наступление РФ в Украине, и увеличение оборонных расходов в Евросоюзе. На этой неделе НАТО отметило рекордное число союзников, достигших целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП – 23. Но это означает, что треть альянса все еще не достигла этой отметки, несмотря на то, что дала такое обещание 10 лет назад. В странах Южной Европы одни из худших нарушителей. Канада, член НАТО, с самого начала выделяет всего 1,37% ВВП, зафиксировав рост на 0,1% с начала полномасштабной войны в Украине. Очередная геополитическая победа Путина. Переговоры Евросоюза с Украиной и Молдовой о вступлении начнутся 25 июня. Об этом официально уже сообщили власти Бельгии, которая сейчас председательствует в ЕС. Переговоры о вступлении Молдовы и Украины могут занять, впрочем, годы. Последней страной, которую приняли в объединение, стала Хорватия. Это произошло аж в 2013 году. Переговоры тогда длились более 10 лет. Республика Молдова выполнила все рекомендации Еврокомиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса страны кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении. За усилиями по модернизации страны стоят тысячи людей в госучреждениях, и работа каждого из них оказывает решающее влияние на достижение цели нашей страны. Подготовить страну к членству в ЕС к 2030 году. Блэкаут на Балканах. Массовое отключение электричества начались из-за 40-градусной жары в Хорватии, Черногории, Боснии, Албании. Масштабные перебои в сети ощутили жители почти всей территории Черногории. В Боснии, Герцеговине, Хорватии, Албании полный блэкаут продлился почти что час. Движение в Приморском городе Сплит в Хорватии останавливалось после того, как перестали работать светофоры. По всему городу были слышны сирены машин скорой помощи, пишет Рейтер. Власти стран экстренно обратились к жителям. Несмотря на то, что сейчас вся страна снабжается электроэнергией, надо сказать, что мы продолжаем находиться в зоне повышенного риска, так как объемы передачи по линиям электропередач сейчас очень велики. Из-за рекордной жары напряжение на линии электропередач резко возросло. Другие энергетические компании в нашем регионе сообщили нам, что такая же ситуация произошла в Черногории и частично в Хорватии, и Боснии, и Герцеговине. Правозащитники требуют от России прекратить русификацию и пропаганду в школах на оккупированных территориях Украины. Об этом в своем отчете пишет правозащитная организация Human Rights Watch. Детей насильно заставляют учиться на русском, проходить военную подготовку, учить гимн РФ. Учителей, которые отказываются от этого, преследуют. По данным организации, на оккупированных территориях сейчас остается около миллиона украинских школьников. Больше 60 тысяч из них продолжают учиться по украинской программе удаленно. Российская школьная программа, введенная на оккупированных территориях Украины, включает учебники истории, которые оправдывают российское вторжение, изображают Украину при ее нынешнем правительстве как неонацистское государство и строго ограничивают обучение на украинском языке. Введение России изменений в систему образования на оккупированных территориях нарушает международные стандарты в области прав человека, включая запрет на пропаганду войны, право ребенка на образование на родном языке и право родителей на выбор в отношении образования своих детей. Из Харьковского дельфинария эвакуировали двух китов белух – 14-летнего пломбира и 15-летнюю миранду. Их пришлось вывезти в Валенсию из-за российских обстрелов, перебоев с электричеством и нехваткой свежей рыбы. Дорога была нелегкая, и белухи успешно преодолели 36 часов в пути в специальных ящиках, в грузовике, а потом и в самолете. Это была крайне рисковая операция, говорят морские биологи. Но если бы пломбир и миранда остались в Харькове, их шансы на выживание были бы крайне малы. Они здоровы, похоже, самец пломбир адаптировался быстрее. В настоящее время они живут отдельно от белух, которых мы здесь видим. Самец ест, что необычно, потому что обычно белуги после транспортировки долго адаптируются к новой среде. Самка более пуглива и пока не ест. Видеть, как животные плавают в аквариуме, было огромным облегчением. И я подумал, я не мог в это поверить, нам это удалось. Мы доехали, и животные плавают, дышат и все еще живы после этой одиссеи. Друзья, большое спасибо. Большинство наших просмотров не монетизируются, а независимая команда Nehto, ведущие, редакторы, монтажеры и дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или же становитесь постоянным спонсором. Кнопка под этим роликом. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, до новых выпусков.